Саш, ну мы еще обязательно расскажем, чем славен этот день. А мне хотелось бы немножко забежать наперед и рассказать о том, какие же события ожидаются 10 августа. Достаточно скоро. Дело в том, что в этот день отметят День физкультурника. И пройдет этот праздник в детском парке Симферополя, где в рамках спортивного мероприятия, вообще празднования, будут организованы разные мастер-классы, а также соревнования по мини-футболу, по баскетболу, турниры по волейболу, а также дзюдо и даже, представляешь, фехтованию. Все начнется в 10 часов утра, поэтому приглашаем вас, дорогие друзья. Но нужно сказать, что физкультурники – это такое объемное понятие, которое включает всех людей, которые увлечены здоровым образом жизни и спортом. Кстати, такие есть среди нас, я имею в виду нашу редакцию. Ну, а если, например, быть увлеченным, но не заниматься спортом, ты считаешься физкультурником? Думаю, нет. Это какая-то прикладная какая-то специальность. Да, лучше все-таки не смотреть, а иногда самому применять физические упражнения, я имею в виду заниматься спортом. Не обязательно для этого ходить в какие-то спортзалы, не обязательно для этого где-то выискивать тренажеры. Все просто. Можно выйти на улицу города и там заняться спортом. Где и как, расскажет наш корреспондент. Быть здоровым, бодрым и молодым хочет практически каждый. И если занятия в тренажерных залах не всем по карману, то площадки на улицах доступны всегда. Тем более тренировка на свежем воздухе сейчас как нельзя кстати. Лето открывает нам мир прекрасных возможностей, одно из которых – занятия спортом на природе. Все больше и больше людей предпочитает этот активный образ жизни. Тренажерная площадка в парке имени Гагарина – одна из самых популярных у жителей Крымской столицы. Здесь тренируются люди разных возрастов, любители, профессионалы. Среди них и Марина Горбунова. Я очень люблю заниматься на улице, да. То есть для меня это такая отдушина, скажем так. Потому что я очень много времени провожу в тренажерном зале. И мне хочется немножко абстрагироваться от всей ситуации, от людей. То есть я беру гарнитуру и выхожу. В отличие от тренажерных залов, здесь нет профессионального тренера. Поэтому подсказать, помочь и направить некому. Тут важно соблюдать несколько нехитрых правил. Для того, чтобы начать тренировку, естественно, хорошая разминка суставная. Начинаем сверху, заканчиваем низом. Это упражнение называется гиперэкстензия. Поднимаем туловище и руки. Нагрузка ложится на мышцы спины. Продолжаем движение до полного выпрямления. Далее мы переходим к приседаниям. Расставляем ноги на ширину плеч, прогибаем вперед спину в пояснице и начинаем присед. К какому следующему упражнению мы можем с тобой приступить? Это выпады. Выпады могут быть как вперед, так и назад. Самое главное делать это с прямой спиной, не заваливая корпус на бок. Если задача кажется слишком простой, можно добавить небольшой вес. И, конечно, тренировка проходит совершенно по-другому. Ощущения другие. Для нас очень важно находиться в гармонии с природой, с воздухом. Процесс не из легких. Хотя физические нагрузки под руководством специалиста прошли на одном дыхании. Существует мнение, что на тренировку стоит выделять от 40 минут до часа. Но если вы пришли просто получить удовольствие, то можно и задержаться. Тем более, все необходимое для этого есть. Главное – придерживаться определенного графика занятий. Три раза в неделю будет более чем достаточно. И нет предела совершенства. Просто действуй. Рядом с профессионалами тренируются и любители, уже имеющие небольшой опыт занятия в тренажерных залах. Площадку такого типа посещаю я недавно, так как она у нас в городе. Ну, я о ней узнал не так давно, где-то около года назад. Вот, наверное, ее построили около года назад. Вообще, до этого в зале занимался. Вообще, летом лучше все-таки будет на открытом пространстве, на свежем воздухе. Очень хорошая идет пропаганда вообще спорта, здорового образа жизни. Поэтому, ну, маловато для нашего города будет одной. Желательно хотя бы таких 3-4, чтобы в Симферополе были площадки. Комплекс парки имени Гагарина – первая полноценная тренажерная площадка в Крыму. И подходит для людей с различной степенью физической подготовки и возможностей. И самое главное помните, при индивидуальном занятии спортом – это не переусердствовать и соблюдать технику безопасности. Устали? Отдохните. Этим тренажерам уже год. До сих пор они в прекрасном состоянии. Если горожане будут и дальше также бережно относиться к ним, то оборудование прослужит людям долгие годы. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...